Приветствую друзья! Что делать если не работает указатель уровня топлива на панели приборов? Если нет никаких ошибок, то причина может быть либо в панели приборов, либо в проводке, либо в блоке управления двигателем, либо в датчике уровня топлива. Но если же у нас имеется ошибка по датчику уровня топлива, то скорее всего причина либо в самом датчике, либо в его проводке. От самого датчика до блока управления двигателем. Многие при такой проблеме сразу спешат и покупают новый датчик, но на самом деле очень часто причина данной проблемы заключается в неисправности проводки. В ней есть слабые места, поэтому в этом видео я покажу на реальном примере, как проверить именно проводку от датчика уровня топлива до блока управления двигателем. Сделать это не сложно, но есть некоторые очень важные нюансы, о которых я сейчас расскажу. В общем, для проверки в первую очередь необходимо отключить отрицательную клемму аккумуляторной батареи, отключаем разъем блока управления двигателем. Для начала нам необходимо извлечь вот эту вот желтую пластмассу и визуально оценить контакты, потому что может быть причина в том, что у нас либо разжаты, либо окислены контакты. Здесь нам необходимы два контакта, между которыми необходимо замерить сопротивление при помощи омметра, либо любого мультиметра с функцией измерения сопротивления. Но здесь есть нюанс. Первый контакт, который нам нужен, это контакт 46. Он у нас первый во втором ряду. Вот он. А дальше второй контакт нам нужен либо 17, либо 21. Если у вас автомобиль Евро-2, то вам необходим 21 контакт. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Вот он. Если же у вас автомобиль Евро-4, тогда вам необходим 17 контакт. Это вот этот. Второй в первом ряду. Включаем прибор и выставляем режим измерения до 200 Ом. Подключаемся к 46 Ом. Данный автомобиль Евро-2, поэтому я буду подключаться к 21 контакту. Как мы видим, сопротивление примерно 54 Ом. Это соответствует примерно 53 литрам топлива в баке. Если мы пошатаем автомобиль, то значения будут изменяться, потому что у нас прескается топливо в бензобаке. И затем значения должны зафиксироваться. Но так бывает не всегда. И порой, когда мы замеряем сопротивление, у нас либо очень большое сопротивление, либо бесконечное сопротивление, либо оно рандомно изменяется. Поэтому в данном случае нам необходимо проверить проводку. Как это сделать самому, я сейчас вам покажу на реальном примере автомобиль Jarrett Lachetti с двигателем 1.6 в кузове седан и системой Евро-2. Итак, для проверки нам понадобится отключить аккумулятор. В данном случае его сейчас нет. Ну, достаточно просто отключить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Дальше нам понадобится небольшой отрезок провода и мультиметр с функцией измерения сопротивления. Первым делом снимаем разъем с блока управления двигателем. И нам здесь нужно замкнуть два контакта. 46 и 21. Так, вот я замкнул эти контакты отрезочком провода. Теперь, собственно, идем в салон. Снимаем задний диван. И у нас вот такая вот картина. Нам необходимо убрать этот лючок и отключить этот разъем. Он уже поломан, тут все поломано до нас. Фиксаторы. Ну, в общем, снимаем разъем. Вот, нам необходим вот этот вот разъем. И необходимы нам два контакта. Левый верхний и правый нижний. Подключаем к нему щупы амметра. Вот, я подключил. Первый контакт. И вот шестой контакт. Но, когда я шевелю проводку под капотом, вот в этом районе, где гофра входит в подкрылок, то у нас очень сильно изменяется сопротивление. Вплоть даже до обрыва дело доходит. Это слабое место. Дело в том, что салонная проводка, вся, которая идет у нас из салона, она идет у нас вот здесь вот, за колесом, под крылом. И очень часто именно там возникают проблемы подобного рода. Поэтому датчик здесь ни при чем, а именно дело, как обычно, в проводке. Чаще всего виновата именно проводка. На этом все, друзья. Надеюсь, видео будет кому-то полезным. Всем мира, ровных дорог. И до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok